Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре Министерства иностранных дел Российской Федерации. Сегодня у нас особенное мероприятие проходит. Презентация брошюры «25 вопросов о Крыме». Проходит она с участием представителей Совета Министров Республики Крым, членов Координационного Совета Ассоциации «Друзья Крыма». Мероприятие у нас в гибридном формате. Мы находимся в прямом эфире. Трансляцию можно посмотреть на информационных ресурсах Министерства, на сайте, а также в социальных сетях МИД России. Рабочий язык русский, но есть также возможность услышать перевод на английский язык, кому это необходимо. А сейчас позвольте мне предоставить слово директору Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Владимировне Захаровой. Здравствуйте. 8 лет назад произошло то, о чем жители Крыма и Севастополя мечтали с момента распада Советского Союза. Многие, кстати говоря, наверное, мечтали об этом еще и до, чувствуя историческую несправедливость принятых за них решений, ничем не обоснованных, которые были еще в Советском Союзе приняты. Ну вот, в 2014 полуостров наконец вернулся на родину. Этому исполненному исторической справедливости событию предшествовал кровавый антиконституционный переворот в Киеве, в результате которого власти на Украине дорывались абсолютно четко сформированные и подначиваемые своими кураторами в Вашингтоне и в ряде столиц европейских так называемых демократий силы. Эти силы были не просто националистическими, мы теперь видим их в полной красе, в кавычках. Это, конечно, нацистские силы, вскормленные и вскармливаемые не один год и не только в лагерях, которые располагались на территории Польши, стран Прибалтики, откуда их просто на Майдан привозили. А эти силы, естественно, пестовались, как такие цветы зла, еще десятилетиями после Второй мировой войны. Их сохраняли, их при отступлении забирали с собой, их отправляли на американский континент. Их просто переформатировали, оставляя вот эту самую националистическую идеологию. Поэтому именно с опорой на эти силы и был проведен антиконституционный переворот, который сломал тот хрупкий баланс, только нарождавшийся в современной Украине. И та надежда, которую мы все поддерживали на то, что Украина станет суверенным, независимым государством, государством с демократической системой, с европейскими истинными ценностями, они все рухнули. Они рухнули не сами, их долго подтачивали и долго подрывали эти самые опоры, только становящегося на крыло государства Украины. И тот самый баланс, который должен был оставаться именно в виде баланса, гармоничного сосуществования людей, различных взглядов, различного вероисповедания, различных политических убеждений, различных представлений об историческом прошлом. Вот этот хрупкий баланс, он просто был растоптан под военизированной обувью вот этих самых нацистских батальонов. Чего уж не сказать так, как есть, потому что в любой благости должно быть понимание реальности. Решимости крымчан совершить свой исторический выбор придали, к большому счету, вот эти самые радикалы. Первым же делом, которые принялись переиначивать все то, что руками украинского народа, руками и силами людей, которые живут, жили на Украине, создавалось многие годы. Они начали придумывать новые законы о языке, они начали экспериментировать с публичными заявлениями, воинственной просто риторики. Все это было убийственно для людей, которые не отделяли себя от отечества, которые не готовы были присягнуть тем ценностям, которые не считали для себя основополагающими, и наоборот считали их недостойными называться ценностями. Мы помним все поезда дружбы, мы помним, что и как хотели сделать для того, чтобы расправиться над населением и Крыма, и Севастополя. Об этом снято большое количество документальных фильмов, которые основываются на фактах. И доказано это было потом трагедией в Одессе. Вот то, что не смогли мы все предотвратить. Мы не смогли это предотвратить. Это трагедия наша общая. Это трагедия, которая для каждого неравнодушного и понимающего, что происходит, навсегда останется в его жизни. Как то, что нужно было предугадать, нужно было предотвратить, и за что преступники должны были понести суровое наказание в назидание всем остальным. Потому что Европа такого не знала. Я не уверена, что о таких трагедиях слышали вообще где-либо на планете Земля за последние десятилетия. Хотя, конечно, мы сегодня опубликовали материал, был такой во Вьетнаме и так далее. Но все-таки, все-таки, все-таки это Европа. Эта трагедия доказывает, что другого пути не было. И эта трагедия доказывает и показывает, что то гражданское противостояние, которое началось тогда, и велось все эти долгие 8 лет, оно, собственно говоря, нацелено было на одно – на выживание. На выживание физическое, на выживание духовное, моральное, идеологическое. Здесь вопрос не в политике. Здесь вопрос просто в выживании. Сейчас так называемые цивилизованные закатывают глаза. Наверное, они уже настолько стали цивилизованными, что не помнят своих собственных авторов. Я напомню великий Шекспир и его фразу «To be, not to be» – быть или не быть. Это же не только про жизнь, а это про то, существуем мы или нет, как личности. Имеем ли мы право на то, чтобы быть людьми? Представьте, до чего дошел вопрос в 21 веке. Еще раз, на территории Европы. А имеем ли мы право быть? В этих условиях жители, теперь уже, не всегда российских, Крым и Севастополя, в ходе референдума абсолютным своим большинством выскали за то, чтобы снова стать вместе с своей Родиной, единым прокультурным историческим пространством. Так вот, прошло 8 лет. Вопреки всем попыткам, всем бесчинствам киевского режима задавить, задушить крымчан блокадами, причем, когда я говорю «режим киевский», ну все же понимают, но он не самостоятельный. Все же понимают, кто за этим стоит, и кто дает деньги, кто подкидывает методички, кто впрямую руководит. Конечно, тот самый коллективный Запад, в первую очередь, англосаксонский дуэт, ну и, естественно, натовские структуры, как то, что реализовало через свои механизмы, задуманное. Так вот, несмотря на то, что изначально, а теперь мы слышим это просто в открытой полемике, в открытой риторике, задача была задавить, задушить всеми видами блокады, санкциями, подорвать дух, подорвать веру в будущее. И к этому всему, в том числе, прибегали для того, чтобы это все реализовать, прибегали к диверсиям, провокациям, к всем видам блокады. Еще раз, 21 век, Европа. То есть, сделано было все то, что, по большому счету, американцы делали во Вьетнаме, когда был не просто бой с вооруженными силами, а когда изничтожалось население и вся социальная инфраструктура, которая давала возможность населению выживать. Сжигались поля, не давались возможности никаким образом просто физиологически выживать. Здесь, наверное, это было не так, что ли, драматично, учитывая, что это просто все не показывали. Ведь мы же делали все для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности. Доходило до того, что мы возили флешки с фотографиями, потому что другого возможности пробиться в информационное пространство Запада просто не было. Показывали то, что могло бы быть, на примере Одессы и 2014 года в Донбассе, мы показывали то, что стало с Крымом, Севастополем после того, как люди реализовали свое право и воссоединились. Мы приводили примеры законы, которые принимались и которые поддерживали многокультурный, многонациональный компонент этого уникального места. Это все было тщетно. Дальше аудитория, это все не выходило, не расходилось. Мы проводили выставки, проводили пресс-конференции, мы публиковали книги, мы их рассылали. Максимум пренебрежения, ухмылки, пролистывания и такой, знаете, на уровне брезгливости желание всегда отвернуться. То же самое сейчас было в Анталии, когда готовя пресс-конференцию Сергеевича Лаврова, которая, конечно, вся была посвящена одной теме, ситуации сейчас на Украине. Я вошла в зал пресс-конференции, я разговаривала с журналистами. Когда подошла журналистка CNN, она была среди десятков других журналистов, я отвечала на вопросы, и в том числе они, естественно, начали говорить относительно того, что произошло в Мариуполе, роддом и так далее. Сказала, ну вот есть же российская позиция, давайте я вам сейчас покажу, она даже есть на английском языке. Я дала ей телефон, она прочитала текст, а фотографии смотреть не стала. Я говорю, здесь есть фотографии и ролики. Я первый раз увидела, как человек, журналист, задавая вопрос, отворачивается от тех материалов, которые ему предоставляли. Отворачивается. Она отвела руку в сторону с телефоном, а голову повернула в другую сторону. Я первый раз это видела. Физически. Физически не дают себе возможности взглянуть правде в глаза. Я сейчас говорю не о символике. Я сейчас говорю не о... Я использую это выражение для того, чтобы, как бы, знаете, в какой-то такой красивый образ это все перевести. Физически не смотрят. Не то, что не показывают и не рассказывают. Не ездят, не задают вопросы, не берут интервью. Физически отворачиваются, когда ты им даешь ответ на вопрос. Потому что, наверное, многие догадываются, что они там увидят. Ну, то, что сейчас произошло с Донецком, ну, что, еще нужны доказательства того, что происходит? Несмотря на все то, что творилось, а это просто было настоящее беснование. То есть попытка выдать мирную жизнь в Крыму и Севастополе за какой-то геноцид. Это же так называлось. За нарушение прав человека, за несоблюдение хотя бы элементарных гуманитарных норм. Вот так это преподносилось. При том, что жизнь была мирной, уж точно не без проблем, со своими достижениями, со своими взлетами, падениями, с действительно подвигом людей, которые просто своими жизнями соединяли кровеносные сосуды с Россией, с семьями, бизнесом, стройками и так далее, и так далее. Вот это все выдавалось за катастрофу. При этом туда не ездили иностранные журналисты практически, ну и мировые средства массовой информации. Заявления общественных даже деятелей, я не говорю про государственных, общественные деятели игнорировались полностью. То есть пропагандистская машина, как в худших примерах исторических, работала в ровно в обратную сторону реальности. Смотря на это все, да, ну и, конечно, отдельное слово относительно того, что крымчане, жители Севастополя не могли выехать за территорию Российской Федерации во многие страны, потому что им ровно по этому самому политико-географическому, но где-то даже национальному признаку отказывался в том, чтобы выдавать проездные документы. Несмотря на то, что у них были семьи, несмотря на то, что им нужно было проходить лечение, несмотря на то, что исторически так случилось, что после развала Советского Союза мы все оказались в разных уголках этого мира, им просто отказывали. И то, что сегодня коснулось кого-то, в этих условиях крымчане жили 8 лет. Что мы только не делали для того, чтобы добиваться участия крымских журналистов в международных форумах и конференциях. Мы же находили самые, извините, для сегодняшнего дня просто самые извращенные способы еще до пандемии записывали их обращения и опять на флешках привозили, потому что даже подключение онлайн было невозможно, их срывали, их срывали. То не было вдруг переводчик, то не работала кнопка трансляции, то резко обрывался интернет. Я прошла все только с одной целью, чтобы голос не наш, не посреднический какой-то, который можно было бы рассмотреть как некую пропаганду, а чтобы прямую люди могли услышать жителей Крыма, Севастополя. Ничего не помогало, хотя действительно мы старались. Это целенаправленная, абсолютно идущая в разрез всем, всем вообще, абсолютно всем нормам и правилам политика в отношении людей которые не присягнули на верность тому, что считают неверным и неправильным. Ну, несмотря на это, и выжили, и развивались, развивались всесторонне, крепле, как абсолютно уникальный, мультикультурный, политический и многоконфессиональный регион с неповторимой историей и полным, абсолютно в этом уверена, с прекрасным будущим. После многих лет пренебрежительного и просто постаточному принципу отношения киевского режима к этому изначально неродному для них региону, здесь воцарился мир, жители реализовали то, как я сказала, к чему стремились многие годы. Вот вы знаете, это удивительная логика, которая сейчас просто стала, мне кажется, государственной политикой на Украине. И родными не считать, и не отпускать. Удивительно, но не любишь, не можешь жить вместе, ну отпусти, дай возможность, дай свободу, ведь вы же выбрали свободу, вроде бы, когда присягали наверное с нападным ценностям, ведь а свобода лежит, по крайней мере декларируется в качестве одной из основных ценностей, ну так дай свободу, дай возможность, если так-то. Сейчас эта логика пошла еще дальше, еще глубже. И родными не считают, и отпускать не отпускают. Ну, начали уничтожать, потому что раз не могут заставить полюбить, значит, будет вот так. К чему это привело? Ну, мы видим 8 лет трагедии, которые мы все с вами, я не могу и не хочу говорить слово наблюдали, наверное, наблюдали или не наблюдали те, кто сейчас вдруг неожиданно для себя обнаружил новую реальность, мы пытались всячески ее предотвратить, вот все, что там было. Мы сделали для этого все. Я, как человек, который присутствовал практически на всех переговорах министра иностранных дел Российской Федерации Сергеевич Лаврова, я могу сказать, что не было тех переговоров, не было ни по двусторонней, ни по многосторонней линии, где тема Донбасса, Донецка, Луганска, Минские договоренности, ну и, конечно, Крыма, Севастополя с их стороны, я имею в виду со стороны всех тех притеснительных мер и санкций, которые используются, чтобы эти темы не обсуждались. Мы сделали все, вот я в этом смысле вас могу заверить. До последнего момента, до последнего дня, когда мы должны были вылетать в одну из европейских стран для того, чтобы вести переговоры, и уже за пару часов до вылетения самолет пришел письменный отказ от введения каких-либо переговоров на этот счет. Что касается Крыма и Севастополя, да, просто надо приехать, надо почувствовать, надо увидеть. Я не буду перечислять все то, что было сделано, потому что, правда, это нужно увидеть, это нужно узнать, и это будет правильно. Собственно говоря, первым, вот для тех, у кого было очень много вопросов, для них сделано это издание, но я думаю, что вы об этом скажете подробнее, но я все-таки хочу сказать еще пару слов о сегодняшней ситуации, потому что без этого невозможно. Это же все одна история, это все одна история. И ведь я хочу сказать всем тем, кто спрашивал, ну, все ли дипломатические, политические механизмы были задействованы. Вот мы сейчас говорим о Крыме и Севастополе, и о референдуме, который там прошел в 2014 году, и который мы признали. А вы же знаете лучше меня, я про тех, кто сегодня присутствует, вы оттуда, вы живете этим регионом, вы и есть тот регион. Вы же знаете, вы помните это, как в том же, в том же 2014 году был еще один референдум, он был в Донецке и Луганске. И что? Кто-то сейчас из тех, кто кричит, стенает и не понимает, что происходит, не хочет задуматься, а что стало с результатами того референдума? Ведь люди однозначно высказались, люди хотели мирно, так же. Что сказал тогда Запад? Они начали угрожать, они начали кричать и запугивать, они начали шантажировать всех и вся. И тогда, ни в коем случае не испугавшись или не пойдя на попятную, но был дан шанс для того, чтобы с одной стороны сохранить Украину, а с другой стороны использовать политические, дипломатические возможности для решения этой ситуации. Поэтому Россия разработала, естественно, с Донецком и Луганском первый пакет минских договоренностей, а потом, соединившись с международным сообществом, был создан Минск-2, но на самом деле ставший вот тем самым пакетом минских договоренностей. Ведь это же мы все сделали. Мы же предложили международному сообществу в виде Запада поучаствовать, как они обещали, в мирном решении ситуации на Украине, показать все то, на что они способны в их заявлениях, в их декларациях. Мы же 7 лет ждали, но только ждали активно, побуждая. Кого они обманули? Они же не просто обманули исторический процесс партнеров Донецка-Луганск. Они принесли в жертву собственному лицемерию и беспомощности тысячи людей, которые за эти 7 лет погибли. Они взрастили десятки тысяч журналистов своих западных, которые научились не видеть проблемы и отворачиваться. Они взрастили, но по большому счету тоже тысячи общественников, гуманитарщиков, которые научились не замечать, что есть проблемы с убийством детей, с разрушением гражданской инфраструктуры. Они научились обходить ситуации не просто кризисные, а там, где люди не могли выжить на протяжении нескольких лет стороной. Это надо уметь. Мне кажется, история даже 20-го, уж не говорят про 21-й век, такого не знала. Это та самая западная машина, политическая, общественная, журналистская, которая возводит в ранг своих собственных проблем, гуманитарные ситуации за десятки тысяч километров от своих столиц в тех странах, которые они даже не знают, как называются. они делают это сюжетами номер один в своих повестках, они приглашают в эфир людей, представляющих те или иные немногочисленные народы и народности, чьей судьбой они как бы озабочены. А тут Украина, ведь они же все подписались и под соглашениями 2014-го года с оппозицией и властью, и они их предали. Они ведь все подписались под минскими договоренностями и они их предали. Они много лет воодушевляли граждан Украины на то, что они обязательно сделают все для того, что жили счастливо, и они их предали. Так вот, к вопросу о том, как и с чем мы сейчас имеем дело. Поэтому это не одна брошюра, и это не только 25 вопросов, будут еще. мы будем делать все возможное. Просто мы сейчас оказались в ситуации, когда выключены вообще в принципе все российские телевизионные каналы, и не только российские, но и зарубежные, которые вещали на английском языке, на французском языке, пытались вещать, как я говорю, на немецком языке и предоставлять возможность их аудитории как-то хотя бы вот так узнавать о том, что будет. в том числе от их же собственных граждан-журналистов, потому что на этих каналах работают и их граждане. В основном это иностранцы работают. Поэтому работа впереди огромная, но вот просто на примере даже Крыма и Севастополя хочу сказать, что эта проблема, которую сегодня все увидели, она же длится сколько лет уже. мы находимся в ситуации не имеющей аналогов просто разноплановой агрессии всех тех мнимых сочувствующих штатов и союзников по НАТО, которые убаюкивали население, ну и, конечно, настраивали руководство Украины рассказами про светлое будущее, накачивали одновременно вооружениями, строили базы передового натовского присутствия. Кстати говоря, с Крымом было то же самое абсолютно. То есть внутри населения стравливалось бы, на этом фоне строились базы и дальше все это бы просто по мгновению адской палочки превратилось бы в пылающий просто шар. Все это делалось на фоне и с использованием опять же поощрения неонацистской и ненавистнической по отношению и к России не только к России, это же не только вопрос России, вот разжигание вот этого куража. Поколение уже на этом воспитано. Я когда смотрю, как сейчас опять начали привязывать к столбам, послушайте, ну я даже не знаю, где это, это какие-то на уровне племен, племен. Это второй у меня аналог, это ведьмы в средневековье, которые привязывались тоже к столбам, там их поджигали. Сейчас их обматывают скотчем, привязывают картинки и дают возможность подойти к каждому, ударить палкой или еще чем-то. Просто за что? Если это преступники, их надо судить, у вас же есть законы, ну как бы казалось нам. Если это недостойные люди, есть какие-то другие формы порицания, к столбам привязывают, понимаете? Еще раз, речь идет не о карателях, не о педофилах, речь идет просто о людях, которые исповедуют свою точку зрения на какие-то вещи, привязывают к столбам, раздевают огола, пускают по улицам, а что, ничего не напоминает нам это? Мы что это, вы в исторических книгах не читали? Конечно, читали. Поэтому все это делается сейчас естественно теми же самыми силами, которые просто буквально, в буквальном смысле поджигали Майдан, в буквальном, понимаете? Опять, это же не символика, это буквально факты, поджигали Майдан, который потом перерос вот в такое многолетнее пламя на всей территории Украины. Я единственное, что еще хотел бы сказать, что это издание выходит на многих языках, мне кажется, порядка 20 языков, 20 языков, естественно, оно будет распространяться через наше посольство и онлайн, и мы будем вот, конечно, это титаническая задача, но я действительно в это верю, потому что правда все равно восторжествует, как это было многократно в истории подтверждено. Поэтому спасибо вам за то, что вы меня пригласили, если вы позволите, я учитываю, что сейчас начинаются переговоры, я бы хотела к ним присоединиться и вам пожелают удачной работы. Спасибо спасибо вам. Большое спасибо, Мария Владимировна. Спасибо. Спасибо.